Череда сходов граждан в поселениях муниципалитета продолжается. На этот раз встречу провели в майском сельском поселении. Участие в ней приняли глава администрации муниципального образования Кашхабльский район Заур Хамирзов, председатель Совета народных депутатов Александр Брянцев, заместители главы района, а также организации, отвечающие за обеспечение жизнедеятельности населенных пунктов района, жителей села. Вниманию участников схода был представлен доклад главы сельского поселения о проделанной за 10 месяцев текущего года работе и предстоящих задачах. Андрей Дацко подробно остановился на демографической ситуации, исполнении имеющихся полномочий, проведенных о работах и основных проблемах на подведомственных территориях. Главными задачами в работе администрации сельского поселения является исполнение полномочий в соответствии со 131-м федеральным законом об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, уставом сельского поселения и другими правовыми актами. Это прежде всего исполнение бюджета, обеспечение мер пожарной безопасности, создание условий для организации досуга, благоустройства и другие вопросы. На сегодняшний день администрация майского поселения исполняет 27 полномочий, 13 полномочий федеральных и 14 республиканских. Для исполнения всех полномочий утвержден бюджет поселения, который составляет на 2022 год 126 млн 615 690 рублей. Налоговые и неналоговые доходы составляют 3 млн 599 500 рублей. Бюджет дотационный и дотации республики районов составляют 2 млн 845 400 рублей. За 2022 год было оказано материальной помощи на 100 000 рублей. Было запланировано 100 000, и на эти 100 000 мы материальной помощи оказали тем людям, которые к нам обращались. Территория муниципального образования майское и шельское поселение остается в прежних границах трех населенных пунктов поселок Майский, хутор Красный и хутор Чехран с общей земельной площадью 5245 гектаров. Общая численность населения составляет 2442 человека. Трудоспособное население 1276 человек, в прошлом году было 1240 человек. То есть количество работоспособных у нас увеличилось. Пенсионеров количество тоже увеличилось, 694 человека. Число родившихся за отчетный период, к сожалению, в этом году всего 6 человек. Обычно у нас каждый год 2025, в прошлом году было 30 человек, в этом году всего 6 человек. Умерших 32 человека. В 2021 году у нас родилось 21 человек, умерло 28. Численность работающего населения 634 человека. Личным подсобным хозяйством занимается 572 семьи. В области ЖКХ, вы знаете, что у нас поселок особенный, здесь у нас есть и многоквартирные дома, и частный живой сектор. Поэтому у нас есть управляющая компания, которая обслуживает 45% населения. Имущество котельной теплотрассы, скважины, водопроводные сети принадлежат майскому сельскому поселению. В поселении работает, как я уже сказал, одна управляющая компания «Элит», которая обеспечивает жилые дома водоснабжением, водоотведением, а также занимается ремонтом и содержанием общедомового имущества. Также компания работает, как ресурсоснабжающая организация, обеспечивает подачу тепла от котельной к домам. Вывоз ТКО в поселении с января 2019 года производит региональный оператор ООО «Экоцентр». Стоимость вывоза ТКО пока не изменилась, 70 рублей так и осталось. Что было проведено по линии ЖКХ? В котельной в этом году была произведена замена теплообменного оборудования на общую сумму 2 миллиона 100 тысяч рублей. Из них 2 миллиона – это республиканский бюджет и 100 тысяч – местный бюджет. Отопление уже запустили, котельная работает пока без перебоев. Дорожная деятельность. Дорожная деятельность – это содержание дорог местного значения. Всего это 18,5 километров. На эти цели в бюджете поселения предусмотрены расходы в сумме 1 миллион 44 тысячи 500 рублей. В 2021 году на эти цели выделялось 983 тысячи 500 рублей. За истекший период 2022 года производилась установка и замена дорожных знаков. Частично обновлялись пешеходные переходы. Производился пока островы в городе Торташе, Кашка, Бельбец. Производилась обрезка сухих деревьев, кустарника, сбор мусора и так далее. Произведена реконструкция участка дороги между улицей Заводская и улицей Южная набережная протяженностью 117 метров. Это между строящимся ДК и старым нашим ДК, который у нас есть. Там ремонт сейчас уже заканчивается. На ремонт этого участка дороги было запланировано 1 миллион 44 тысячи 748 рублей. По программе инициативное бюджетирование. В эти деньги входят 835 800 рублей в бюджет республики, 125 369 рублей в местный бюджет и 83 579 рублей вне бюджетные средства. Была изготовлена проектно-сметная документация на реконструкцию подъездной автодороги по улице Южная набережная и капитальный ремонт внутри дворовой территории по улице Заводская 1719. То есть вы знаете, что мы каждый год делаем реконструкцию дворовых территорий и на следующий год запланирована реконструкция двух домов, вернее дворовой территории двух домов Заводской 18 и Заводская 19. И будет реконструкция дороги от аптеки по Южной набережной, часть Виноградной по Южной набережной и до действующей амбулатории, то есть по кругу, чтобы закольцевать две дороги. И чтобы была новая дорога мимо вновь построенных объектов. Значит, было запланировано также эти мероприятия. Стоимость данных проектов составляет 58 млн 613 тысяч – это дорога, и 8 млн 663 тысячи будет выделено на реконструкцию дворовой территории. На проведение экспертизы этих объектов было израсходовано 112 тысяч 800 рублей. Реализация данных проектов запланирована на 2023 год. Одним из самых актуальных вопросов, как подчеркнул руководитель муниципалитета, остается благоустройство территории населенных пунктов. В этом году на благоустройство было израсходовано порядка 100 тысяч рублей. В МКТ по улице Филатова-1 был произведен ремонт системы отопления. Из фонда капитального ремонта было выделено и освоено 968 тысяч рублей. В центральной части поселка был установлен памятный камень работникам, которые участвовали в ликвидации Чернобыльской аварии. Этот камень ничего не доделал, сам камень установлен, а территория будет облагорожена в ближайшее будущее, пока мы еще не запланировали. Произведен капитальный ремонт отделения почтовой связи. Вы видели, что отделение почтовой связи работает полностью, уже практически новое здание. Ремонт проводился полгода, но сейчас это уже капитально хорошее здание. В весенне-летний период велась уборка от мусора, проводилось скашивание мест общего пользования силами сотрудников организации школы, детского сада, ДК, КЦСОН, администрации. Также проводились работы по очистке лесополосы от порослей, последующей побелкой деревьев вдоль автодороги. Также в течение года проводились субботники, чистые четверги. В проводенных субботниках участвовали все вышеперечисленные организации. На ремонт имеющиеся в распоряжении сельского поселения техники было израсходовано в этом году 157 тысяч рублей. Одним из полномочий местного самоуправления является профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и ликвидация последствий терроризма и экстремизма в границах поселения. Для исполнения этого полномочия в администрации создана комиссия под моим председательством. Ежегодно принимается программа по обеспечению антитеррористической безопасности и профилактики экстремистской деятельности, мероприятия которой состоят из 13 пунктов, исполнение которых позволяет проводить организационные мероприятия и осуществлять конкретные меры по борьбе с проявлением терроризма и экстремизма. В ходе администрации расположен стенд с наглядно-методическими материалами, которые также распространяются в местах массового пребывания людей и на стендах администрации, которых у нас 4 в поселении. Во всех учредениях и организациях, осуществляющих свою деятельность на территории поселения с массовым пребыванием людей, осуществляющие поставку услуг ЖКХ, разработаны паспорта антитеррористической защищенности, в которой также ограничен доступ и осуществляется круглосуточная охрана. Согласно плану графика, ежемесячно осуществляется обследование территории поселения на предмет выявления и ликвидации последствий экстремистской деятельности, включая нанесение на здание или изображение другими способами символы и знаки экстремистской направленности. Осуществление обхода территории поселения на предмет установления мест скопления молодежи в ночное время и нарушения закона Республики Адыгея об административных правонарушениях, обследование подвальных и чердачных помещений, жилых многоквартирных домов, а также проверка ограничения доступа в них. Заседание антитеррористической комиссии проводится ежеквартально, на которых руководителями организации учреждений представляются отчеты по исполнению плана работы комиссии по обеспечению антитеррористической безопасности муниципального образования. Конфликтов на межнациональной почве в поселении на сегодняшний день не зарегистрировано. На постоянной основе проводятся мероприятия по профилактике правонарушений и разъяснения о неправомерности и незаконности действий, совершаемых преступлений в отношении других лиц. Всего на учете стоит 26 человек. С 11 из этих 20 проведены профилактические мероприятия, по другим нарушениям с 10 эти мероприятия будут проведены в дальнейшем. 5 человек было осуждено к выполнению бесплатных общественно-полезных работ, из них 4 человека исполнили наказание в полном объеме. Лишенных права управления транспортным средством 4 человека, из них 2 привлечено повторно. 4 человека на территории сельского поселения зарегистрированы, но не проживают. Проведение профилактических мероприятий с указанными лицами осуществлять не представляется возможным, ввиду их отсутствия на территории. Также проводятся профилактические мероприятия с лицами, освободившимися из мест лишения свободы. На территории майского сельского поселения продолжает работать школа, в которой обучается на сегодняшний день 274 учащихся, детский сад, в который посещают 106 детей. На территории поселения работает дом культуры, расположенный в поселке Майском, и дом культуры в Хуторе Красном. На территории поселения работает врачебная амбулатория, одна аптека. В Хуторе Красном в рамках национального проекта в прошлом году был построен и функционирует фельдшерский и акушерский пункт. Из объектов спортивного сооружения имеется два спортивных зала, и они продолжают на сегодняшний день работать. Всего за истекший период 2022 года на развитие поселения было израсходовано, как я уже сказал, 127 502 933 рубля. Из них 113 438 100 рублей из федерального бюджета, 1 148 820 рублей из республиканского бюджета, 742 380 рублей из бюджета района и местного бюджета, а также 2 424 000 рублей – это внебюджетные средства. Из запланированных мероприятий, которые на последнем сходе граждан мы планировали исполнить, было исполнено практически уже на 100%. Заканчивается строительство сельского дома культуры, вы все проходите, видите, и строительство врачебной амбулатории. К сожалению, нам не удалось выполнить три мероприятия, которые мы запланировали. Это ремонт гравийного участка дороги по улице 55 лет Победы, ремонт гравийного участка дороги по улице Южная Набережная и ремонт гравийного участка дороги по переулку Виноградный. Данные мероприятия, если вы добро даете, мы переносим на следующий год и включим их в мероприятия, для того, чтобы их не исключать, не считать исполненными, а для того, чтобы они были выполнены. В завершении выступления глава сельского поселения озвучил мероприятие, реализация которых запланирована на следующий год. На следующий год мы планируем выполнить, как я уже сказал, ремонт трех вот этих участков дорог, ремонт уличного освещения по улице Филатова, конструкцию подъездной дороги по улице Южной набережной и капитальный ремонт внутри домовой территории по улице Заводская. Далее выступил участковый полномоченный полиции Руслан Цеев. Он проинформировал присутствующих об оперативной обстановке на территории поселения, рассказал о мероприятиях, проводимых с целью охраны общественного порядка, выявлений и раскрытия преступлений, профилактики правонарушений. С начала 2022 года на обслуживаемом ною участке оперативная обстановка остается стабильной. Всего на территории майского сельского поселения совершено 11 преступлений, из которых не раскрытыми остаются 3 преступления. В основном данное преступление по направлению IT-преступления, то есть статья 159 у нас мошенничество. Кроме того, направлены мероприятия на раскрытие данных преступлений и привлечения к ответственности лиц его совершивших проводятся до сих пор. Подавляющее количество совершенных преступлений на обслуживаемой территории относится к категории имущественным. С учетом складывающейся оперативной обстановки и ее стабилизации на постоянной основе проводятся профилактические мероприятия с подучетными лицами, в которых на обслуживаемом участке проживает около 16 лиц. За отчетный период было зарегистрировано и рассмотрено 105 обращений граждан, которые были зарегистрированы в книгу учета сообщений о преступлениях, которые были рассмотрены, установлены законом сроки. И по каждому из них было принято решение процессуального характера. Также на территории сельского поселения проводились мероприятия по охране общественного порядка. Завершающим было выступление главы Кашхабского района Заура Хамирзова, который отметил значимость подобных сходов для определения существующих проблем в населенных пунктах и пути их дальнейшего решения. Что мы планируем по поэтапному строительству? Школу, где мы находимся в данный момент, мы включим программу по капитальному ремонту. Уже 5 школ попало на 2024 год, постараемся включить майскую школу на 2025 год на капитальный ремонт. Что из первоочередных? Реконструкция водопроводных сетей, она крайне необходима по майскому сельскому поселению, потому что сети очень изношены. Тоже постараемся подготовить проектно-сметную документацию в эти программы по реконструкции водопроводных сетей. В следующем году, последнее, что я хотел сказать, самый масштабный проект по майскому сельскому поселению, это будет строительство новой дороги Южная набережная. Очень серьезный проект с освещением, тротуарами. После череды докладов граждане имели возможность поговорить о наболевшем в жизни сельской с первыми лицами. Обсудив все вопросы и наметив планы на будущее, сельский сход в майском поселении завершил свою работу.